5 июня 1898 года родился Федерико Гарсия Лорка, один из самых популярных испанских поэтов 20-го столетия, музыкант, художник и театральный драматург. Он вобрал лучшее из народного творчества родной Андалусии и в то же время от классической литературной традиции. Его произведения оставили значимые следы в мировой культуре. Стихи Лорки читают на всех языках мира. К сожалению, он не дожил до своего 39-го дня рождения, а обстоятельства его смерти до сих пор вызывают споры историков. Расскажем о жизни и творчестве знаменитого испанца. Любовь моя цвет зеленый, зеленого ветра всплески, далекий парусник в море, далекий конь в перелеске. Это был один из самых ярких деятелей испанской культуры 20-го века. Марина Цветаева писала о Пушкине. Первое, что я о нем узнала, это то, что его убили. Лорку часто называют испанским Пушкиным. Первое, что о нем узнали в Советском Союзе, что он был расстрелян солдатами Франко, испанскими фашистами в 1936 году. И до смерти генерала Франко книги Федерико Лорки были в Испании запрещены. Не видишь ты эту рану, от горла и до ключицы. Все кровью пропахло, парень, и кровью твоей зачится. Произведения Лорки переведены на многие языки. На русский их перекладывала в том числе и Марина Цветаева. Оба они были неисправимыми романтиками. Разбивается чаша утра, Начинается плач гитары. О, не жди от нее молчание. Неустанно гитара плачет, Как вода по каналам плачет. Не моли ее о молчании. Федерико Дель Саграда Корассон де Хесус Гарсия Лорка родился 5 июня 1898 года в испанской провинции Гранада. В 1915-м стал студентом Гранадского университета, где изучал юриспруденцию и литературу. Федерико любил все занятия, но более всего его привлекали уроки музыки. С 11 лет посещал курсы фортепиано в консерватории, но в конце концов буквы взяли верх над нотами. Из-под его пера выходит дебютный поэтический сборник под названием «Книга стихов». Это самый первый и самый большой сборник произведений Лорки. Если говорить о темах ключевых, это тема природы, религии, безответной любви и грусти по ушедшей юности и ушедшему детству. В юности Лорка записывал романсы андалузских цыган. Нищие, гонимые властями, говорил поэт, они аристократия моей родины, хранители огня и крови. На основе их песен он стал сочинять свои романсьеро, которые теперь превращают в песни. Его произведения очень мелодичные, они легко ложатся на музыку. К тому же они полны глубины чувств, эмоций, в них много лирики. И вот уже два цыгана стоят у перил железных, зеленого дна бассейна, качаясь она кольдя. Лорка был не только поэтом, но и драматургом. Его пьесы с большой охотой ставят в цыганском театре «Ромэн». Первая постановка состоялась в далеком 1939 году благодаря инициативе художественного руководителя Михаила Яншина под названием «Кровавая свадьба». Свой выбор он обосновал близостью цыганских артистов с испанцами. На сегодняшний день в театре у нас идет спектакль «Колдовская любовь» по мотивам произведения Гарсия Лорки. Бессмертие его пьес автора бы очень порадовало, ведь он обожал театр почти так же, как родную Андалузию. Лорка жил театром. Он вместе со своими друзьями-единомышленниками основал театр Лабарака, площадной театр, в котором он был и актером, и режиссером. Вот что он говорил о театре. Театр – это школа смеха и слез. Театр облегчает лживую ветхую мораль. Театр через живые судьбы представляет вечные законы сердца и души человеческой. Лорка завещал похоронить его вместе с гитарой в песке, но последняя его воля не была исполнена. Тело поэта ищут до сих пор и не могут пока найти. Но зато во всем мире звучат романцы на его стихи. Любовь моя цвет зеленый, зеленого ветра всплески. Далекий парусник в море, далекий конь в перелеске.